Ребята, всем привет! С вами Жанна Казанская и в этом ролике мы разбираем с вами формулу цветка. Перед тем, как мы начнем, хочу сказать, что формула цветка может вам встретиться в тестовом задании, где вас попросят сопоставить формулы или признаки семействами покрытосеменных. Поэтому, помимо формулы, мы должны еще с вами разобрать диаграмму цветка, которая тоже встречается в тестовом задании и в этом ролике как раз будет разобрана. Ребята, всем привет! С вами Жанна Казанская и в этом ролике мы разбираем с вами формулу цветка. Где она может встретиться? Она может встретиться в тестовых заданиях, где вас попросят сопоставить формулы и другие признаки семейств непосредственно с представителями или с названием этих семейств. Помимо формулы цветка, вам также может понадобиться информация о диаграмме цветка, которую мы тоже с вами разберем в этом видео и которая встретилась в сборнике Рохлого 23 года. Итак, перед тем, как мы разберем с вами формулу и все обозначения в этой формуле, давайте вспомним строение цветка, основные моменты. Во-первых, у цветка есть лепесточки, яркие листочки, которые привлекают опылителей. Совокупность всех лепестков образует венчик и также у цветка есть зеленые маленькие листочки в основании, которые мы часто даже не замечаем. Вот чашелистики и они в совокупности образуют чашечку. И как вы уже заметили, чашечка плюс венчик, они вместе объединяются и называются околоцветник. То есть, это все, что вокруг тычинок и пестиков. Также у нас с вами есть тычинки-пестики. Пестик это женский половой орган, состоит из рыльца, куда попадает пыльца, столбика и завязи нижней части, где образуется плод и семя. Вот и есть тычинка, которая представляет собой мужской половой орган. Она состоит из пыльника, где образуются пыльца и тычиночные нити. Также есть цветоложи-цветоножка, они связывают цветок со стеблем, но в формуле они не отражены, поэтому они нам в этом видео не пригодятся. Вот это первое, что хотела вам рассказать. И смотрите, дело в том, что у нас есть разного типа цветки. Есть, скажем так, цветки с двойным околоцветником, это когда в околоцветник входит венчик, образованный лепестками, и чашечка, образованный чашелистиками. Но также у нас встречаются цветки, где чашелистиков вообще нет, есть только лепестки. Такой цветок, точнее его околоцветник будет называться простой, когда у нас нет чашелистиков, да, и есть в составе только лепестки. Так вот, в этом случае мы с вами в формуле будем использовать вместо чашелистиков, вместо лепестков просто букву О, околоцветник она будет нам обозначать. Итак, давайте приступим к разбору формулы, вернемся на этот слайд. Типичная формула представляет собой формулу-аббревиатуру, где каждая буква это сокращенное название какой-то структуры цветка. Например, да, часто формула начинается с буквы Ч, чашелистики, и мы прописываем их количество в виде индекса. Четыре, четыре чашелистика в цветке. Дальше, лепестки, буква Л, да, четыре лепестка в цветке. Дальше, например, тычинки, да, здесь тоже можно прописать даже суммы, иногда их количество, сейчас разберем с вами случай, да, этот, шесть тычинок в цветке, да, потому что четыре плюс два это шесть. И пестики, например, один пестик в цветке. То есть у нас есть обозначение. Когда у нас двойной околоцветник, когда есть отдельная чашечка из чашелистиков, отдельный венчик из лепестков, мы с вами прописываем Ч и Л. Но в цветках простых, где чашелистиков нет, я буду писать сразу просто О и обозначать здесь количество лепестков. То есть О это околоцветник, да, вот мы видим с вами обозначение. И дальше я буду писать Т и П. Количество Т, количество П. С такой формулой мы с вами столкнемся и я ее вам продемонстрирую. Итак, какие у нас есть обозначения? О это околоцветник у простого цветка, у которого нет отдельных чашелистиков и лепестков. Ч это чашелистики, вот у нас, да, они идут первыми. Л лепестки, вот. Дальше идут тычинки и их количество и пестики и их количество. Также, если я заключу какую-нибудь цифру в скобке, это значит, что эти структуры срослись. Например, я поставила у чашелистиков 4 в скобке, это значит, что у нас 4 чашелистика срастаются между собой. Да, и не ставлю, например, лепестки в скобке, оставляя L4, это значит, что лепестки отдельные, они не срослись между собой. Вот, это тоже, кстати, применяется и вы часто можете увидеть эти скобки в формуле. Запоминаем, что это значит, что структуры срослись между собой. Дальше. Также иногда записывают количество в виде суммы. Зачем так делают? Ну, например, здесь я записала в виде суммы, да, потому что это формула крестоцветных, и я помню, что у крестоцветных 4 тычинки длинные, а 2 короткие. То есть я показываю таким образом, что структуры неоднородные, они отличаются. 4 вот такие и 2 вот такие. Также мы увидим с вами другой пример, где структуры располагаются в 2 ряда и тоже будут записаны в виде суммы. Вот, и еще иногда, очень редко в ЕГЭ мы можем увидеть перед формулой звездочку. Это значит, что цветок правильный, и мы можем его делить на много-много одинаковых симметричных частей. Такой цветок еще по-другому называется актиноморфный. И также вы можете встретить восклицательный знак вместо звездочки в начале формулы. Это значит, что цветок неправильный и делится только на две части, да, у него такая двусторонняя симметрия, по-другому называется зигоморфный. Исключительно редко встречаются эти понятия актиноморфные и зигоморфные. И в формуле обычно тоже игнорируют вот эти звездочки и восклицательные знаки. То есть их не используют особо в ЕГЭ. На всякий случай просто вам рассказала. Итак, давайте посмотрим с вами диаграмму цветка. То есть первый вариант, как можно изобразить строение цветка, это формулой. Вот как только что было изображено, да, у меня. Можно также использовать диаграмму. Это схема цветка, где точно в таком же порядке, только уже снаружи, внутрь расположены все эти структуры. То есть у нас в формуле были сначала чашелистики, потом лепестки, потом тычинки, потом пестики. Здесь точно так же. Сначала чашелистики, вот их, да, 5. То есть я могу записать Ч, 5. Дальше лепестки будут расположены, вот они пошли. Их тоже 5, я посчитала, да, только что вот 4, 5, Л, 5. Потом идут тычинки. Тоже их 5 получилось здесь в цветке. Т5, значит, буду ставить. И пестик. Он по центру, и он один. Пестик один. Да, причем, если я прям внимательно взгляну на эту диаграмму, то я увижу, что чашелистики-то оказывается срослись, поэтому мне надо заключить пятерку в скобки, как и лепестки. А вот тычинки отдельно, я их оставляю просто пятерочкой и пестик тоже отдельно. То есть диаграмма цветка, она считывается так же, и по ней можно записать ту же формулу и расшифровать цветок. И, как я уже говорила, диаграмма цветка встретилась в Рохлове, в его сборнике, поэтому с диаграммой нужно тоже уметь работать. Теперь хочу вам продемонстрировать формулу семейства лилейных. Давайте разберем на примере лилейных, как у них устроен цветок по формуле. Мы видим с вами, что здесь упомянута буква О, это околоцветник. Значит, у них нет отдельных лепестков, чашелистиков. У них просто лепестки, простой околоцветник, простой такой цветок. И мы видим с вами, что записаны они через сумму. Почему через сумму? Потому что три лепестка находятся в одном ряду, три лепестка находятся в другом ряду, поэтому через сумму. То же самое с тычинками. Три тычинки в одном ряду будут находиться, три тычинки в другом ряду будут находиться, поэтому опять через сумму. И один единственный у них пестик. Вот здесь вот, кстати, надо дорисовать еще три тычиночки, нам просто показали один ряд, хотя их два. Вот такая вот формула лилейных. Очень часто О мы используем именно в формулах однодольных, потому что именно у них обычно нет чашелистиков и есть только лепестки. То есть в этом случае Ч и Л мы не ставим, а ставим просто О. Также есть другой пример, тоже очень интересная формула, это формула семейства Бобовых. Здесь мы видим с вами, что у нас 5 чашелистиков и они срослись, и я вам могу их продемонстрировать. Вот их здесь будет 5, они срослись, поэтому мы заключили их в скобку. Дальше у нас идет сумма лепестков. Почему так? Потому что 2 лепестка срастаются в лодочку, вот так вот, краями своими, и образуют вот эти вот структуры. То есть здесь даже у лепестков есть отдельное название, вот это будет лодочка, это 2 сросшихся лепестка, поэтому в скобках. Дальше 2 отдельных лепестка образуют весла, да, вот они, весла, и 1 большой лепесток это парус. Поэтому мы показали через сумму, не просто 5, а 2 плюс 2 плюс 1. Здесь мы тоже с вами можем найти все эти структуры в диаграмме. Вот у нас 1 лепесток, 2 лепесток это лодочка, вот они, не то показала, вот они 2 весла, и вот он 1 единственный парус. Да, вернем чашелистик обратно. Парус, весла, и соответственно лодочка. И дальше у нас с вами с тычинками тоже аналогичная ситуация, здесь показана суммой, потому что 9 тычинок срослись между собой, и это хорошо видно вот здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, они не просто так соединены линией. И 1, и 1 тычинка отдельно, поэтому через сумму 9 сросшихся в скобках и 1 отдельно. И пестик он 1, единственный, вот он по центру. Вот такая формула у нас получилась, да, ее, эту формулу можно узнать среди всех других формул. Еще один момент, который хочу обозначить, да, иногда вы можете встретить вместо цифры знак бесконечности. Например, такое часто встречается у тычинок, вот так вот. Что это значит? Это значит, что этих структур больше 12. Биологи не любят считать, поэтому все, что больше 12, это бесконечность. Например, вы можете увидеть такой знак бесконечности в формуле разоцветных, семейство разоцветное. Итак, мы с вами разобрали все обозначения в формуле цветка, и давайте познакомимся. Меня зовут Жанна Казанская, и я готовлю ребят к ЕГЭ по биологии. Не просто так сегодня я вам рассказываю эту тему, да, это как раз-таки то, на чем очень многие ученики стопорятся. И я готовлю, я ребят к ЕГЭ по биологии уже девятый год. Каждый год у меня есть выпуск ребят, которые набирают высокие баллы. И в прошлом году каждый седьмой стобальник готовился вместе со мной. Сама я тоже когда-то была стобальницей, набрала по биологии, по химии стобалов, поступила в мед. И сейчас рассказываю о подготовке, помогаю готовиться и рассказываю о медицинском в своих соцсетях. Кстати, для вас я подготовила очень полезный пост, где как раз-таки рассказала самые базовые и важные вещи, которые нужно знать по семействам цветковых. И этот пост есть в моем канале. Канал это телеграм-канал, открытый канал для всех, где мы с ребятами готовимся, где я постоянно выпускаю полезные посты, опросы, обзоры заданий, разборы сборников, разборы заданий. Поэтому обязательно присоединяйся в наше биологическое сообщество. Ссылку на канал ты можешь найти в описании к этой трансляции или просто набив в поиске в телеграме канал Ежанчиков. Там в закрепе тебя будет ждать пост со всеми формулами, разбором представителей и особенностей по семействам покрытосеменных. Благодаря этому посту ты сможешь это все легко запомнить. Ну и если ты хочешь получать полезные файлики каждую неделю, то ты также можешь подписаться на нашу страницу ВКонтакте, где мы постоянно отправляем полезные файлики и полезную информацию для подготовки к ЕГЭ. Ссылка на ВКонтакте также находится в описании к этой трансляции. На этом все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, разбор был полезный. Ставь лайк и увидимся в следующих видео. Продолжение следует...